Для меня, конечно, у меня свое отношение, потому что это люди, с которыми действительно мы на Майдане пересекались, Гориенко, он в феврале появился из Вушкина. Но мне от того еще неприятнее, потому что, конечно, реакция у меня на эти события только одна, на то, что произошло на телеканале, это возмущение. И то, что это сделали люди под руководством людей, о которых я мог бы и что-то хорошее, конечно, сказать, мне еще более неприятно. Ну, конечно, возмущение это первое, что я мог бы сказать, потому что, конечно, это недопустимо совершенно. Более того, даже когда недавно было нападение на журналиста сепаратистского сайта, я не буду лишний раз рекламировать, но это было даже тогда. Да, это, в общем-то, я бы сказался, что это самосуд неприемлем, хотя это люди, которые, на мой взгляд, должны отвечать по закону за сепаратизм, но не методом уличных каких-то разборок. А здесь просто абсолютное возмущение. Я считаю, что должны быть правовые выводы и политические выводы из этой ситуации. И я очень опасаюсь, что не будет ни того, ни другого, к сожалению. Хотелось бы подробнее, конечно, немножко сказать, ну, вообще, откуда берутся вот эти патриотические организации силовые, да? Мы сегодня, кстати, не раз это обсуждали и пытались понять. Ну, мне кажется, очень мне, как, может быть, участнику Евромайдана очень легко это рассказать. Патриотические организации силовые, они появились после того, что появились тетушки, да, в Одессе. Тетушки, бандиты, 19 февраля была избит митинг, да, демонстрация избита этими тетушками. Мы, мирные люди, стояли под лагратом. Наша акция называлась «Не стреляй!», подбежала, это все знают. Значит, кстати, до сих пор ничего реальных результатов нет в следствии. Вот милиция оказалась не способна защитить людей эффективно. И в тот же день была создана самооборона Одессы, один из ее руководителей Кожухарь. Он у вас был в эфире, очень достойный активист. И, в общем-то, вот эта самооборона, она действительно лучше всего себя проявила за все эти месяцы. Вот. Это вообще почему-то такие организации возникают. С радой громадской беспеки иначе, конечно. Она где-то появилась в апреле, фристаллизовалась уже за некоторое время до того, как пришел Палеца, да, в Одессу, он у меня, значит, был назначен. И когда господин Палеца здесь появился, каким-то образом рада громадской беспеки оказалась с ним очень плотно завязана. Это, значит, ну, это как бы общеизвестное место, да, это все повторяет. Но, все-таки, хотя бы один факт я должен привести, что Марк Гордиенко, он говорил, значит, после одной из его акций, что деньги идут в фонд губернатора. Очень гордо заявил Палеца, там, на следующий день. Это очень мягко эту тему, как бы, свернулся, говорит, ну, это не фонд. Но, тем не менее, он, как бы, не протестовал, и всем было очевидно, что это люди, покрываемые губернатором и находящиеся в, в общем-то, связи с ним. И, что еще очень важно, что, допустим, рада громадской беспеки, она опирается на Палецу. А на кого опирается Палеца в Одессе? Вот из тех сил, которые поддержали Евромайдан. Кто поддерживает Палецу? И мы, в общем-то, если так вот подумаем, мы поймем, что как раз вот именно вот эта вот рада громадской беспеки, это и есть та отколовшаяся часть Майдана, которая поддерживает Палецу. Потому что ни основные партии Майдана, ни активисты, кроме единичных, они не поддерживают господина Палецу, который, ну, к сожалению, не занимается в Одессе, ну, практически ничем из того, что он должен заниматься, кроме каких-то вопросов обороны, которые никто точно не знает и не видит. Написано было, что, что в газете сегодня, почему, извините, что вот Палеца создал линию обороны Одессы. Ну, это, я надеюсь, что нам не придется ее прочность, да, это линия обороны, мы этого не знаем. Но он не занимается реформами, не общается с журналистами, он не делает практически ничего для людей, то, что он должен делать, и, соответственно, он не опирается на Евромайдан, и вот он опирается только на эту вот, да.